Ваш опыт огромнейший видел начало и закат многих промоутерских компаний. Как вы оцениваете рождение вот этой промоутерской компании? Но я думаю, что эта промоутерская компания должна жить, потому что все-таки возглавил эту промоутерскую компанию наш самый знаменитый боксер, абсолютный чемпион мира, первый обладатель кубка Мухаммеда Али. И поэтому, я думаю, что это, правда, его не первое пионерское движение. То же самое еще боксировали наши знаменитые братья Кличко и до сих пор живет и процветает их компания. Я думаю, что компания вот эта УСИК-17 промоушен обречена на успех. Мне так кажется. Дай Бог, чтобы мои слова были правильные. Я думаю, что опыт большой, его имя колоссальное, помощь, я надеюсь, будет хорошая. И, конечно, единственное то, что это подкашивает всех, это чертов коронавирус, потому что не могут и пригласить хороших боксеров из-за рубежа, чтобы действительно был этот турнир яркий, с большими именами. Но я думаю, все в конце концов наладится, заработает. Я желаю от всего сердца успеха этой компании. И, конечно, для Украины это здорово, что появилась новая компания, что боксеры будут выступать в рейтинге, получается. И надеемся, что эта компания подготовит новых чемпионов мира. Вот это мое желание. Спасибо, Михаил Михайлович. Спасибо большое. Роман, добрый день. Очень приятно вас здесь увидеть. Больше мы вас привыкли видеть в боях за границей. Как оно снова вернуться в Украину и боксировать в родных стенах? Добрый день всем любителям бокса. Я очень доволен, очень рад, что наконец-то выпала возможность в 41-м бою своем выступить на Украине. Хотелось бы показать хороший бой. Надеюсь, болельщики бокса будут довольны. Молодость против опыта. Огромадный опыт, огромное количество различных соперников. Чего, скажем так, вам следует опасаться в поединке против молодого и голодного бойца? Вы правильно подметили. Парень молодой, голодный. Ему хочется больших побед над большими именами. И в первую очередь, конечно же, основная опасность будет исходить из того, что он молод, целеустремлен. И он, как бы, парень сам по себе такой, видно, что боец, любит, как бы, тоже работать первым номером, как и я. Я думаю, что это будет такое серьезное противостояние, потому что я тоже всегда стараюсь идти на обострение. Так что, думаю, будет довольно интересный бой. Ну, а здесь вы наверняка, в общем, разрабатывали со своей командой тактику. Ну, будет ли у вас желание, скажем так, рассчитывая на то, что он сразу попрет вперед, порастягивать его, заставить попромахиваться, чтобы уже активизироваться, скажем так, после третьего-четвертого раунда? Бой покажет. Есть всегда там пару-тройку планов на бой. Посмотрим, как пойдет. То есть, я буду придерживаться своей манеры ведения боя. Ну, там будет видно. Не сказался на вас вот этот локаут пандемический? Не заржавели, как принято говорить? Нет, я все время поддерживал форму, старался тренироваться практически каждый день. Поэтому на меня никак это не повлияло. Я в форме. В свои 41 год я достаточно уверен в своих силах. Я готов к бою. Если вдруг наступит рубка, откровенная рубка, уйдете в угол или пока кто-то не упадет? Нет, я готов всегда только к беспромиссной борьбе. Поэтому ждите от меня битвы. Ну, пожелаем вам только удачи и, опять же, один шаг, один удар. Спасибо. Стас, после довольно-таки долгого перерыва приятно снова видеть тебя и понимать, что Олежка Малиновский проведет бой. Как это все время? Как без боев? Как оно, писать это чувство? Ну, как всегда, для всех это плохо. То, что не было боев, такая большая пауза. Последний бой был в октябре. Уже почти год без боев. В принципе, сейчас очень рады, что такое шоу вообще великолепное, яркое, под таким брендом, как Усик Промоушен. Я очень рад, что у нас появилась конкуренция, наконец-то, в Украине. Я ее долго ждал, такую настоящую. Поэтому я очень верю в этот турнир, верю в это шоу, что, возможно, оно где-то будет рядом с Кайту. А в будущем, возможно, и затмит. То есть я очень рад, что появляется живая конкуренция, что есть действительно такой турнир. Может быть, действительно, он не будет насколько конкурентный, как бы хотели, например, зрители. Потому что в такое трудное время очень тяжело подобрать хороших соперников и привезти их откуда-то. Например, мы же понимаем, противостояние, если бы сделать Украина-Мексико, это было бы действительно шоу вообще величайшее. Были бы бои просто сногсшибательные. Но так как украинцы дерутся с украинцами, они все между собой когда-то дрались. И, может быть, где-то в советского пространства Белоруссии где-то встречались между собой. Поэтому будем смотреть, как наши ребята в связи с этим простоем, как они вообще себя проявят. Ну, то есть главная задача сейчас для Олега, скажем так, это стряхнуть ржавчину и проверить максимальную функциональность уже в бою. Не в спаррингах, а уже в бою. Да, да. Самая основная задача выйти в ринг, потому что большой перерыв. Выйти в ринг, провести бой и, в принципе, мы уже продвинулись дальше. У нас есть уже, как можно сказать, контракт. Мы будем драться уже не в Украине. Стас, а кто у вас сегодня из подопечных, кого вы тренируете? Просто Олег, это так, скажем так, по умолчанию. Я видел вас в ринге, вы держали на лапах Игоря Шевазуцкого и, по-моему, Стас Путин еще с вами, да? Сейчас мы работаем с Игорем Шевазуцким. Я его готовил к предыдущему бою. И до этого сорвался бой в связи с карантином. В марте. То есть, грубо говоря, две подготовки уже работал с Игорем Шевазуцким. До этого шесть подготовок я работал со Стасом Путиным. Пока наши пути разошлись, он подобрал себе другую команду. То есть, мы как друзья, мы дружим, все хорошо, но он двигается самостоятельно. Поэтому, какая нужна будет помощь моя Стасу Путину, он знает, что всегда ее может получить. Я приду на помощь в любой момент. Поэтому сейчас, на данный момент, я работаю с Игорем Шевазуцким и с Олегом Малиновским. Я должен заметить, что вот Игорь начал с вами работать. И он в очень хорошей форме. То есть, мое мнение всегда было, что проблема главной Игоря, которая работает против него, это вес. Сейчас он постройнел и выглядит очень быстро. То есть, действительно, раньше как бы сила удара у него была, а сейчас появилась уже и молниеносность. То есть, это ваша заслуга, либо понимание Игоря, что надо что-то менять. Я думаю, заслуга Игоря. Спасибо, мне приятно, что вы замечаете какие-то вещи. То есть, не зря мы трудимся. Действительно, он забросил минус 15 килограмм. Ух ты! Да, как бы двигаемся согласно диете. Спасибо нашему, как всегда, диетологу Александре Фоке, который всегда приходит нам на помощь. Он всегда рядом и всегда помогает нам, независимо, есть у нас финансы, нет у нас, он всегда рядом. Поэтому ему за это огромное спасибо. И, в принципе, это его работа. То есть, он включился, и мы видим результат. Но это только маленькое начало, которое мы заложили. Я думаю, что если у Игоря будут появляться хорошие соперники на пути, мы сделаем еще лучше. Это только начало, это фундамент. Ну, сейчас и для Олега, и для Игоря важно это поединки. Потому что не секрет, что Олег уже находится в конце своей профессиональной карьеры. И у него не так много времени осталось. Ну, а Игорю надо нарабатывать тот опыт, тот рекорд, который позволит ему стартануть хотя бы для Интерконте, там, Интернешнл. Стас, спасибо вам большое. Пожелаю вам и вашим воспитанникам удачи. Ну, и с возвращением в бокс. Спасибо. Спасибо. Паш, привет. Здравствуйте, Игорь. Я вот честное слово, хочется задать вопрос. Что вы будете сделать с Владом Сиренко в ринге? Очень сложный соперник, как для вашего опыта. Очень сложный соперник. Я понимаю, и я настроен показать красивый бой, настроен боксировать. Покажу максимум, на что я способен. И это будет хорошая проверка для меня. Я знаю, что Влад замечательный боец, знаком с его спортивными достижениями. Нокаутер опасный. Но буду делать, как говорится, все, что от меня зависит. И хочу показать красивый бокс. Красивый бокс. Вот именно вы сказали слово «боксировать». И я считаю его ключевым в том, что вы должны делать в ринге. Потому что прямой пикировки с Владом не имеет смысла делать. Конечно, мощный, обладающий сильным ударом нокаутер. Об этом говорит его Рекордс. Настроен пытаться обхитрить, обмануть. А что вы считаете своим главным преимуществом? Вы назвали очень много положительных сторон Влада. А что вы считаете своим главным оружием, что его должно обескуражить? Ну, я думаю, что у меня достаточно хорошая защита. И я неплох в контратаке. Поэтому будем контратаковать. Спасибо большое, Павел. Я пожелаю вам удачи. Потому что один из самых ожидаемых боев у вас. Спасибо большое, Юрий. Спасибо. Приветствую тебя. Рад тебя снова увидеть в ринге. Ты видел последний бой своего соперника после Андрея Исаева? Да, да. Видел бой его. Спасибо. Пацан такой неудобный. Андрюхе было тяжело с ним боксировать. Потому что чуть крученый такой. Нестандартный. Не такой школьный парень. Ну, поэтому мне надо работать на опережение. Не давать ему ничего делать. Построить свой бой и, короче, желательно закончить досрочно. Я когда комментировал этот поединок, я назвал соперника Андрея ирландцем. Микки Вордом этаким. Потому что, в общем, парень не сломает. Не сломает. Андрей тогда вот в поединке против Вадима психанул. Мне кажется, у него что-то не получалось. Как вы будете вести бой? Нужно спокойным быть, хладнокровным. От раунда к раунду накапливать, наращивать темп, нагружать его постоянно. Вот и все. Нервничать нет смысла. Да, понятное дело, бойцы будут неудобно попадаться. Нужно каждому подбирать ключик и открывать двери. Увидим мы ваш левый боковой по печени? Ну, посмотрим. Буду стараться разнообразнее работать, чтобы публике доставить удовольствие. Как сказался на вас вот этот локаут, вот эта пауза? Пауза нужна была, потому что перестраивал свой бокс в самовидение, технику. Поэтому надеюсь, что это будет в лучшую сторону. Нужна была эта пауза, потому что боксировал бы по-старому. Сейчас, дай бог, вы увидите. Я постараюсь показать лучший бокс, чем был ранее. Мы разговаривали с Стасом Григоруком. Он сказал, что у вас теперь новая команда. Можете несколько слов о ней? Да, команда у меня сейчас новая. В первую очередь тренер мой, лорд-кипонидзе Виктор Валянович. Очень квалифицированный, грамотный. Очень любит бокс, разбирается в нем. Поэтому в нем, благодаря нему, я начинаю открывать глаза мои на бокс. По-другому видение мое. Нужно ставить маты, а не просто красиво танцевать, там деться. Ну, одно другому не мешает. Если это в комплексе, это вообще просто плохо. Стас, ну, во-первых, спасибо, что вы делили нам время. Во-вторых, мы будем рады видеть вас в ринге. Опять же, соперник довольно-таки непростой. Я уверен на 100%, что победа будет очень зрелищной. Удачи вам. Спасибо. Андрей, наконец-то мы с вами познакомились. Очень рад увидеть вас. Смотрю за вашими поединками. И вот ваш прошлый бой, который, мне кажется, немножко заставил вас нервничать и злиться. Против Вадима, косичка. Я обращаюсь, но мой прошлый поединок был 2 недели назад с Александром Фимешком. Еще один, 5-й. Пане Андрію, вы так быстро боксируете, что мы не достигаем следовать за вами. Но, в основном, нас очень интересен тот бой, который вы перед остальными. Что случилось в том двобои? Вы, наверное, так хорошо начали, спокойно, а потом что-то начало не выходить. Может, где-то начали горечкувать, где-то нервничать. И оно немного играло какую-то роль. Поэтому, наверное, так и вышло. Но в планах не было такого. В планах было показать хороший бокс. Попротив соперника, который не хочет програвить и делать все для этого, чтобы держаться на ногах. Ну, тяжело иногда боксировать. А какой вы висновок сделаете о этого двобоя? Чего не стоит вам дальше делать, чтобы мать проблемы? Висновок, наверное, самый главный. Это то, что не нужно горечиться. Треба спокойно продолжать навязывать свой бокс, не вести себя на провокации. И все будет хорошо. Пане Андрію, таке вопрос. Я понимаю, что вы проспект. Они сейчас вам дают? Это просто рекорд? Ну, на самом деле, конечно, дают. Это, в первую очередь, психологическое становление. И так же, и физически. То есть, я под разных противников по-разному готуюсь, по-разному показываю бокс. И, получается, я уверен, что 100% мне каждый мой поединок что-то дает. Давали поради Станиславу на тему двобою с Вадимом? Еще раз. Стасу давали поради, как он должен боксировать с Вадимом? Потому что вы в одном таком куточке сидите. Еще не спілкувались. Ну, перемоги вам. Ну, и дай Боже, будем бачить и рады бачить вас в Рензе. Счастливо. Заравор, последний раз мы с тобой виделись и провели время вместе, когда ездили в Польшу, и ты еще боксировал в любителях. Тогда засудили тебя сурово, хотя бы и ты выиграл. Как оно быть профессионалом? Ну, профессионалом быть хорошо. Ну, я давно хотел перейти в профессиональный бокс. Ну, я и хотел и по любителям много чего достигнуть, но всякие моменты есть в любительском боксе с судейством и так далее. И я решил раньше перейти в профессионалы, чем изначально думал. И перешел, но вот уже провел 7 боев. И планирую повышать уровень оппозиции. Хочу повышать. Не все от меня зависит. И выходить на самый высокий уровень. Заравор, вечный вопрос, да, чем отличается любительский бокс от профессионального. Ты еще как бы, память о любительском боксе у тебя свежа. Что ты можешь об этом сказать? В чем различие? Ну, профессиональный бокс, ну, более жесткий. Перчатки другие. Раундов больше. Ну, любительский бокс тоже жесткий, хочу сказать. Тоже, ну, там за 3 раунда, ну, совсем другая. Просто по подготовке, по всем этим моментам очень отличается. Я говорил, всегда утверждал, что разница между любительским и профессиональным боксом. В любителях ты выходишь выигрывать, в профессионалах убивать. Согласишься? Ну, да, в профессионалах больше идет на ущерб. Чем больше ты ущерба нанесешь, тем, ну, лучше будет для тебя. И, ну, задача выиграть досрочно изначально тоже. Зрелище показать. А в любителях больше задача, там, ну, по очкам, там, обкатать, переиграть такого плана. Как ты характеризуешь свой стиль, который показываешь на ринге? Я видел и неплохую защиту, когда ты вытягиваешь соперника на себя и работаешь из-под защиты. И когда ты навязываешь, вот, свой силовой, скажем так, быстрый бокс. Что тебе больше импонирует? Ну, честно сказать, вот, значит, стиля я не могу ничего сказать. Потому что я постоянно тоже меня, я сам за собой замечаю. Мне то хочется боксировать, там, там, как Мэйвезер, то хочется боксировать, как Тайсон, то хочется боксировать, как Пакео или еще кто-то. Ну, мне постоянно, но у меня нету одного. И я, у меня получается и в атаке, и на отходе работать. И, ну, я делаю то, что у меня получается в бою. Я подстраиваюсь под бой. Если я вижу, мне надо, бой такой ровный идет, мне надо обострить. Я добавляю. Я знаю, что у меня получится и добавить, и я знаю, что у меня получится вытянуть, где-то встретить. Ну, из-за этого у меня своего именно такого, там, атакующей стиле или контратакующей нету такого. Как оцениваешь своего соперника в этом бою? Соперника? Ну, я особо не сотрял его, но планирую выиграть досрочно. Когда я работал с братьями Кличко в клубе Universal Box Promotion, там был такой боксер Хуан Карлос Гомес. И он как-то приезжает на тренировку, буквально через минут 15, выходит, садится в свой Мерседес и уезжает. И Фрид Зунек бежит и говорит, зачем я показал ему кассету с соперником, записи боев соперника. Он посмотрел и сказал, я за неделю до боя приду подготовку. Как ты реально вот оцениваешь, насколько вот на сегодняшний момент твое общение с менеджерами, вот твоя чуйка боксерская, говорит, насколько вот быстро и ожидает тебя продвижение, либо это будет трудно, либо, черт возьми, ничего неизвестно. Ну, вот пока что я вообще ничего не могу сказать. Все может быть из-за того, что карантин сейчас, может быть еще какие-то моменты, ну, пока и визы нету. И, ну, хотелось бы, конечно, чтобы быстрее это все решилось. Мы уже, ну, выходили на хорошие, большие бои и там показывать, показывать себя, что и мы чего-то достойны. Удачи тебе в предстоящем поединке. Спасибо. И ждем от тебя побед. Виктор, рады вас видеть. Первый профессиональный бой в родных стенах. Это плюс, либо, скажем так, минус для вас? Не, ну, естественно, это плюс. Как говорится, дома и стены помогают. Надеюсь, все будет здорово. Претензий к сопернику особых нет. Каким будете выглядеть вы, скорее всего, после вот этого вот простоя? Потому что я лично рассчитывал на то, что вы будете проводить поединки чуть ли не каждые полтора месяца, и вам до конца года было набрать рекорд, чтобы подойти к чемпионским боям. Изучали своего соперника? Вообще смотрели? Либо вслепую, как в любителях? Ну, естественно, смотрел, изучали. Будем по ходу боя подстраиваться. Дадите на себя посмотреть хотя бы две с половиной минуты, либо в конце первой опять будете побеждать? Ничего не скажу, как пойдет бой. Или как пойдет на вас соперник, и вы его опять встретите? Ну, естественно, все будет зависеть от того, как мне позволить боксировать соперник. Ну, а вот самому поруководить боем, потому что, понятное дело, что у вас есть огромное преимущество и опыт, и физическими данными у вас природа не обидела, поэтому с дистанции просунуть, скажем так, джеб, а за ним бросить правый, ну и все, бой закончился. Нет желания просто дать, скажем так, себе подышать, подвигаться, дать поработать сопернику, чтобы посмотреть, может, если он там попрет вперед, как работает ваша защита. Ну, нет такого желания, либо увидел возможности. Знаете, я еще с любителей привык делать то, что мне говорит тренер. И как бы, как скажет тренер, скажет продышаться, будем продышиваться. А если скажет заканчивать, то закончим. Будем стараться боксировать, вот и все. Есть ли какие-то уже, там, было общение с промоутером, с менеджерами? Какие-то планы на конец года, чтобы хотя бы еще, может, 2-3 поединка провести? Честно сказать, планы есть, но все будет зависеть от ситуации, которая сейчас происходит в мире. Мы не знаем, что сейчас будет после этого боя и как оно все. Все будет хорошо. Смотрите, уже 15-го числа уже бокс возвращается настолько мощно. Уже чуть ли не каждую субботу чемпионские поединки. Супер, дай бог. Будем стараться, надеяться и боксировать, естественно. И чем больше будут нам дать возможности, тем больше будем боксировать. Виктор, я желаю вам только одного. Как можно больше боев, потому что чем больше боев вы проведете, тем быстрее подойдете сначала к первым своим чемпионским титулам, а потом уже к своей мечте боя за титул чемпиона мира. Победы вам и удачи. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok